Маленькая Люся Она вспоминает жизнь в приемной семье как страшный кошмар. Она терпела побои от человека, который должен был заменить ей родного отца. Лишь благодаря неравнодушию соседей ее удалось вырвать из нечеловеческих условий. Теперь Люся живет в новой семье опекунов. Но даже по прошествии двух лет девочка с ужасом рассказывает о своей жизни в одном из сел Одесской области и боится, что чиновники вернут ее обратно. В большом приемном доме Люду Лунгу никто, кроме как маленькая Люся, и не называет. Тут у нее еще 16 братьев и сестер. У каждого свои обязанности. Люся больше всего любит ухаживать за животными. Мечтает стать ветеринаром. Говорит, собаки честнее людей. Он учит нас, как надо не передавать никого. Что такое предательство, Люда знает хорошо. Мать бросила ее еще в детстве. Она родила не одну Люсю. Там много детей. Она каждый раз рожала и оставляла. Детская психика устроена так, что плохое забывается. Остаются лишь яркие воспоминания. Но маленькой Люсе приходится хорошо напрягать память, чтобы вспомнить кого-нибудь достойного из интерната, где ей было не сладко. Там бьют палками, закрывают кладовку, включают свет, пугают всегда. Берут за ноги, крутят всегда. Закрывают скотчем рот. Первое время Люся ждала, что мама о ней вспомнит и заберет домой. А потом свыклась. В приют приезжали взрослые пары. Общались с детьми, привозили вещи и сладости. И забирали ребят домой. Люся поверила, что когда-нибудь она тоже найдет себе новых родителей. Приходят люди, говорят, мы этого мальчика собираем. И через две недели собираем этого мальчика. Они приходят к нему, всегда проходили. Когда Люсе исполнилось шесть лет, за ней тоже приехали. Они приходили сюда, они искали три года. Не могли найти, потом они не нашли. Привозили сладости, там игрушки привозили к детям. Эта пара воспитывала еще троих приемных детей. У них был хороший опыт и прекрасные рекомендации. Поэтому документы оформили быстро. Они приехали, уже вещи я собирала, я уезжала. Ко мне приезжала сестра с ними. Они меня собрали, привезли домой, это было зимой. И мы там праздновали. В доме были коровы и свиньи, а еще большие собаки. Шестилетней Люсе было в радость возиться по хозяйству. Лето прошло и пришло время собираться в первый класс. Люся вспоминает свой первый и самый красивый портфель. Но уже совсем скоро счастливая жизнь внезапно закончилась. Они там всегда ругались, курили, пили. Всегда, когда тот дядя пил, он всегда обил маму. И всегда он издевался. Маша, он губу разбил. У меня чуть он голову не разбил. Он за машину, за ножик взял и хотел к ней кинуть. Маша – это старшая приемная дочь семьи. Ей доставалось больше других. Люся старалась как можно дальше спрятаться от домашнего тирана. Мы всегда прятались в комнате. Светы выключали, чтобы нас не нашли. Когда он еще был пьяный, он там, на ту же тетю орали. Мы всегда прятались на улице с малышом. Там с ним хотелось, чтобы он нас не нашел. О жестокости главы семьи догадывались соседи, но старались не вмешиваться. Ведь сами социальные службы дали добро таким родителям воспитывать приемных детей. Но после очередного скандала ребята сами попросили помощи. Когда он перешел на Люду, старшая девочка начала рассказывать это соседям. В конце концов, это узнали службы. Они задали комиссию, приехали туда на место, на Саратский район. Вот, они поговорили там с детьми. Психологи выяснили, что действительно у детей такое произошло с детьми. Детей срочно забрали из опекунской семьи. Их на время приютили соседи, пока службы искали новый дом. Они вырвали из этой семьи детей и хотели устроить семью в Одессу, в Одесскую область. Но они 150 семьи опросили, они не приняли этих детей. А у меня были дети с такими насилиями. Я, в принципе, знаю, как с детьми обращаться. В общем, привезли мне детей. У Галины Мартыновой в тот момент уже воспитывалась в семье полтора десятка детей. Казалось бы, дети могли и ревностно отнестись к новичкам. Но все обошлось. Вот, если к нам кто-то приходил, мы, наоборот, радовались. Мы никогда не говорили, маме что-то взяла. Когда хотели помочь. Я вошла с машины. Мы открыли дверь, заходили, там, собаки. Мы с девочкой. И показали. Я зашла в дом, они мне показали. Очень, ну, комнаты им показали. Собаку сейчас показали. Мне они живут маленькие животные показали. Она очень переживала то, что с ней произошло. Она стеснялась переодеться даже в присутствии девочек. И, конечно, вела себя неиспуганно. Тут у нее проснулось то искреннее чувство, которое было всегда внутри. Это любовь к животным. Она принялась ухаживать за четверолапыми воспитанниками приюта. И освоилась. Я первый раз видела в жизни, что так много животных. Не верила, что будет очень много животных. И не сказали, там будет море, там будет очень много собак. Я сначала не хотела, я боялась. Потом мы туда приехали. Я видела, там все красиво. Собак очень много. Мне там понравилось. Мы защищаем с детьми животных. Мы сделали такой как бы центр защиты животных, которые попали в трудное положение. История с домашним насилием в приемной семье тем временем благополучно была похоронена в бесконечных бумагах следствия. И дело спокойно закрыли. Галина Мартынова с горечью вспоминает, что попросту не было времени добиваться справедливости. Нужно было спасать ребенка. Я так спасала Люсю. Ее так хотели вырвать у меня. Целый год они решали, дать или не дать. А для меня нужно было бы ребенка спасти в первую очередь. Я не могу всех этих маньяков исправить. И, понимаете, я думаю, бог с ним, с этим маньяком. А вот надо спасти ребенка. Поэтому я пыталась сделать пораньше документы. И ребенка восстанавливала после такого стресса. В какой-то момент чиновники отступили от ребенка и даже дали оформить опеку над Люсей. А недавно в дом к Мартыновой постучались высокие гости из Киева. Люся была оформлена на мне, но они сказали, что они хотят с ней просто общаться. Они начали с ней общаться во дворе. Ну, вдруг я вижу, они схватили Люсю за руку. Женщина там одна схватила и начала тащить ее из со двора. Люся начала плакать, упираться. И тут я выскочила и говорю, какое вы имеете право. Уже теперь я ее мама. А она мне сказала, все равно у вас, я предъявлю вам антисанитарию и все равно заберу у вас ребенка. У вас животное, и я буду нажимать на животных. И по-своему нажали, мол, стольким детям и животным вместе быть нельзя. После этого проверки посыпались одна за другой. В какой-то момент даже появилось решение всех детей передать в другой приют. Это известная и громкая история, за которой следит седьмой дозор. Люся не хочет верить, что ей, возможно, придется покинуть этот дом. Тут, в этой семье, она наконец-то нашла людей, которые ее любят, всегда поддержат и никогда не предадут. Мама у меня всегда говорит, ты умница, ты хорошая девочка.